Здравствуйте, Геннадий Геннадьевич. Здравствуйте. Я вам сразу скажу, что вы мой абсолютно любимый герой из украинских ньюсмейкеров. Вы в первой пятерке, потому что вы человек, который всегда говорит ярко, и от него всегда можно ждать. Но я начну вот с мелочи, вот с мелочного вопроса. Мне кто-то, когда узнали, что я буду с вами встречаться, кто-то попросил вас задать. А потом перейдем к более глобальным. Вот, знаете, у нас есть, у некоторых сайтов даже очень известных, такая манера. Вот они критикуют, критикуют, критикуют человека по фамилии Иванов. Раз, и молчок такой. Все, Иванов исчезает. И нетрудно догадаться, почему Иванов исчезает. И догадайтесь с первого раза. Да, мы все тут уже догадались. Просто сайт как-то отблагодарили, чтобы фамилия Иванова больше там не звучала. Вот, вот в связи с этим хочу вас спросить. Вы достаточно жестко вели расследование по госпоже Наталье Королевской, по ее диплуму. И вдруг как-то так все это сошло на нет. А сошло на нет, потому что было дано указание, больше мне документы не выдавать и на мои депутатские запросы не отвечать. Так ответил. Но вы же эволюционеры, можете провести любое расследование. Мало лишь какие документы не найти и однокурсников. Или не существующие однокурсников, которых не было. Ну, если бы он нашелся уже по сегодняшний день. Дело в том, что в конце мне ректор университета имени Италия написал такое слезное письмо. Поскольку я там работал губернатором, и говорит, вот, вы были губернатором, вы к нам заходили, мы к вам с уважением относились, значит, да, действительно, они предоставляли аудиторию, я выступал, не на политические темы, касались экономики, инвестиций, мы всегда их приглашали. А вот теперь вы на нас котите бочку, мы это воспринимаем не как удар по кому-то с политикой, как удар, потому что там решался как раз вопрос, кончался его пятилетний срок. Я понимаю, то есть вы решили разжать объятия в силу всех этих, так сказать. Да, и как-то вышло, и мне начали, что, мол, он нормальный ректор, а из-за вот этого скандала его сейчас не... Не переизберут. Не переизберут, и университет за ним, и не подпишут контракт, и третий, десятый, двадцатый. То есть, собственно говоря, я мог из положительного героя перейти в отрицательного героя, то есть мог сказать, что я лишил вуз любимого ректора. И все из-за Наташи Королевской. Если бы его не выбрали, это бы случилось, что я был в этом... А ваше личное мнение, есть у госпожи Королевской диплом или нет? Ну, сегодня есть, она его выставила на всеобщее обозрение. Да вопрос в том, что здесь даже не в персоналях, я бы сказал. Система, конечно. Здесь вопрос в системе. Что, ну, если есть какие-то задушевые грешки, собственно говоря, не надо идти в публичность, и не надо идти во власть. Значит, нету... Где-то вот господин Табашник недавно заявил, что он там знает несколько депутатов. Я сказал, я знаю 12 депутатов. Ну и что я буду с ними делать? И масса чиновников. И масса чиновников. Вопрос в том, что в чем последнее время. Никто уже не покупает, как раньше покупал где-то у подворотнях или по объявлениям в интернете какие-то совсем липовые дипломы. Сегодня делается очень хитро, особенно в России. И где-то далеко за Уралом, в Омске, Челябинске, там, в Владивостоке. Человек якобы учился, там, 4 курса, приносит оттуда какие предметы. Переводится на пятый, московский. И переводится на пятый сюда, в украинский. И при том не в государственный, а в частный такой вуз, который имеет аккредитацию, соответственно. И тут уже учится, не учится, но, одним словом, у него уже есть зачетка. Он это все сдает, получает диплом установленного образца, который есть в компьютерной базе и тому подобное. И он его предоставляет, он его высвечивает. Ну, понятно, пути много. В России, кстати, еще не затих скандал, связанный с диссертациями. Там же три четверти чиновников, которые защитили, депутатов диссертации, они их, на самом деле, не защищали. Так нет, я... У нас то же самое, я думаю. Дело в том, что это очень легко делается. Читайте биографию любого депутата, и вы найдете белые пятна в его... Мы недавно проводили вот такой журнал «Публичные люди», вот тут даже есть журналист, который этим занимался, вот такое малюсенькое расследование. Три четверти из них даже не помнит темы своих диссертаций, о чем говорить. Не в этом вопрос, в том вопрос, что я имею ответы, что они там нигде не учились, ничего нет. Вопрос в том, что я уже обращался к Министерству образования Украины, что когда такой человек переводится, пусть все дадут, значит, его посещаемость, но не мог он быть в тот день, например, на сессии там Закарпатского областного совета... Человек-невидимка такой. И в тот день он был на защите там какого-то дипломного проекта. Ну все понятно, они часть коррумпированной порочной системы, которую они кормят. Дело в том, что это не должно быть в высшем законодательном органе. Некоторые из них имеют сегодня всего 8 классов образования. Вот эти восьмиклассники, которые не имеют базового образования, вот они пишут якобы законы, за них пишут помощники, пишут третий, десятый. Вот они сегодня принимают законы. Ну, я считаю, почему я эту тему все время обнародую и говорю, я считаю, что все-таки какой-то общественный контроль за теми, кто идет во власть, должен быть. И образование, которое сегодня старается сделать закрытыми персональными данными, не может быть. Ну да, это смыслообразующий такой сегмент. Вы приходите к хирургу, не дай бог, или я, и хочу сделать операцию, и я его спрашиваю, скажите, а у вас есть диплом об окончании? Он говорит, я не имею права на это ответить, это закрытые данные персональные. Но это не маразм, это полный абсурд. Маразм, но у нас такие маразмы во всех областях. И вот я хочу перейти к вам. У меня в журналистской биографии моя был такой эпизод. Я в конце 90-х приехала, не в конце 90-х, даже в начале 2000-х, я приехала в Крым, в Ялту на кинофестиваль. Я очень много писала по культуре, но так как мне там было скучно, и смотреть с утра до вечера на пьяных артистов было совершенно неинтересно, то меня познакомили с местным депутатом Ялтинского горсовета, а он был из таких, которые отсидели. Мурчащих. И прочее, прочее, да. И он мне сделал такой, как бы, не знаю, как это правильно назвать, короче, две ночи мы с ним ездили по всяким там заведениям, казино, там еще что-то, еще что, и разговаривали, что происходит. Он меня знакомил с какими-то вот, которые проституток держат бригады мамочки, или как они называются. В общем, вся криминогенная обстановка Крыма, я тогда работала в газете «Сегодня», я написала огромный репортаж, он был очень интересным. И там обнаружилось вот что, что когда генерал Маскаль, будучи, так сказать, возглавляя милицию, просто разбомбил, и об этом есть книжки, об этом все криминальные группировки, которые были в Крыму, просто, так сказать, Крым был залит кровью. Кто-то друг друга поубивал, кто-то сел в тюрьму и так далее, и так далее. Произошла вот такая интересная штука. Они все мне говорили одно и то же, что крышевать начали, вот таксисты мне рассказывали, например, ночью я там разговаривала со многими таксистами, что крышевать начала милиция вместо бандитов. И вот это вот крышевание милиции, которое потом во многих городах началось, в Харькове до сих пор милиция крышует весь криминал, в Днепропетровске и так далее, и так далее. Фактически, с Крыма началось, положило начало новой моды. Милиция рассказала бандитам, кто кому Рабинович. И милиция, так сказать, если нельзя победить мафию, то надо ее возглавить. Она ее возглавила, и в итоге мы получили такую милицию, которая, в общем, мы получили брадиевку по всей стране. То есть я вас не обвиняю в этом. Нет, 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 я абсолютно... Давайте, как говорят, давайте внесем ясность, кто кому Рабинович. Да, да, да. Значит, идет речь о том времени, когда я там был начальником, или это случилось после меня? Нет, это вот с этого началось, да. Потому что, нет, я тут хочу... Я имею в виду не с крымской милицией, я имею в виду, что когда бандиты были отстранены фактически... Те бандиты, которые были на то время в Крыму, значит, и когда начался, будем говорить, такой широкомасштабный наступление по всех фронтах в отношении, их в Крыму уже не было. Никого не было. То есть они покинули территорию Крыма. Кто прятался в России, кто прятался в Турции, кто где мог, тот прятался. Даже были, прятались и получили гражданство Соединенных Штатов Америки под чужими фамилиями. Ну, понятно, да, иных уже нет этих далечий. Да, с кем-то договариваться не было с кем, их просто не было. Они все вернулись. Я уже в мае 2000 года был внезапно переведен в Днепропетровск. Хотя я тогда говорил покойному министру Кравченко, что дайте, ну, дайте еще полтора года, тут осталось недобитки. Они рано или поздно, если почувствуют слабинку, они вернутся со своих лежек, где они находятся, и оно начнется, ну, уже такого не будет никогда, но рецидивы этого будет. Ну, сказал, есть такое мнение, есть такое... Геннадий Геннадьевич, я по-другому поставлю вопрос. Вы же не отрицаете, что милиция возглавила это движение? Что она... Ну, сегодня, как говорят, вот в этом городе ментовская крыша, в этом городе ментовская, не бандитская, а ментовская. И так очень много городов в Сибири Украине. Я спокойно могу с вами поехать в Крым, и я спокойно езжу в Крым, и езжу все, где я работал. В Ушгород, Черновцы, Луганск, Днепропетровск и так далее. Мне никто в спину не кидает камни и не говорит никогда обидные слова. Нет, я вас не виню. Вопрос в том, что при мне в милиции не было того, чего есть сегодня. Я достаточно умел контролировать милицию, и достаточно, я вам могу сказать, что такого сегодня предприятия, которое бы имело 34 тысячи, которые были меня в подчинении в Днепропетровске, нет сегодня в Украине, вы не найдете с огнем. Даже в самых больших олигархов нет столько работы, потому что у нас тогда находились все пожарные службы, которые перешли в МЧС, и находили все места лишения свободы. Это следственные изоляторы, исправительные торговые колонии и так далее. Потом все паспортные, миграционные и тому, которые сегодня отделились. Поэтому это было огромное количество людей. Управлять таким количеством людей... Я спрошу по-другому, я же вопрос другой задаю. Крышуют сегодня милиции криминальный бизнес? Сегодня крышуют. Когда этот процесс начался? Какие годы? Этот процесс начался после ухода Кравченко. Значит, как-то Кравченко и тот состав, который тогда был, все зависит от того, рыба гниет с головы. Конечно. Да, нельзя крышевать. Сержанты же приносят полковникам, а полковники не субминистры. Совершенно верно. Значит, я всем говорю, никому не верьте. Если вы увидите в кино кадрах или в телевизионных кадрах или в средствах массовой информации, что кого-то взяли за взятку с работником милиции. Это тот, кто не хотел вступить в коррупционную схему и решил, что можно заработать себе на жизнь, на пропитание, на семью, никому не делясь. Сегодня схема очень простая. Значит, те, кто в коррупционной схеме, их не берут ни от райотдела, потому что ему доводят до плана. Ты должен собрать 100 гривен каждый день. И 100 гривен, только 10 остается ему. 90 он передает своему непосредственному начальнику в райотделе. Тот передает начальнику райотдела, тот десяточку себе забирает. Потом передает начальнику областного или службы областного управления. Тот забирает десяточку, передается начальнику областного управления. Тот берет там десяточку или двадцаточку, это уже как он договаривается с МВД. Остальные деньги везутся в Министерство внутренних дел Украины. Поэтому взял любого сержанта... То есть в милиции сегодня грандиозная коллекторская контора получается. Коррупционная контора. Которая отжимания. Которая, если кого-то с этой коррупционной схемы посадить, значит, он может сдать всех. Начиная сверху. Поэтому очень смотрят, что если человек где-то там взял и пошел, купил там домой продуктов или ребенку велосипед, его сразу бабах за взятки. И сегодня высшее политическое руководство страны не может отличить, что такое взятка, что такое коррупция. Потому что все уголовные кодексы в мире начинаются с раздела коррупционных деяний. Сегодня нам говорят... Но взятка это часть коррупционных действий. Да, это одно и... Использование служебного положения тоже коррупция. Совершенно верно. Но, подождите, коррупция сегодня... Где найдите, что если вы поехали на какие-то острова, значит, Мальдвины, а за вас платят за проживание, за питание, за... Коррупция, конечно. Коррупция. А как это документировать сегодня? Сегодня у нас ничего, кроме взятка и карманная кража, это два преступления, которые документируются и берутся с поличным. А если еще 22, не практически... Ну, их можно доказать, если захотеть? А если дети учатся, и кто-то оплачивает за границей, если у кого-то собственность, а кто-то ее там купил, но оформил на тебя и тому подобное, масса коррупционных... Мы в комитете, которым я работаю по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, насчитали около тысячи, которые сегодня не урегулированы нашим украинским законодательством. Но власть, высшее политическое руководство страны говорит, у вас есть хабар, вот перейдите и работайте. Что вы тут что придумаете, что-то новое? То есть власть не понимает. Да, хабар – это тяжкое преступление, взятка – это тяжкое преступление. Человек взял, сам съел или потратил на семью. Он больше не дает никому, он никого не втягивает. Его просто надо уволить, посадить и на том забыть. Но что сегодня делается? Увольняют тех, которые не хотят, и садят тех, которые не хотят идти в коррупционную схему. Сегодня так. Ты, если думаешь, что так можно и без дележки, будешь сидеть в тюрьме. Такая схема госавтоинспекции, такая схема в подразделениях по борьбе с наркотиками, такая схема в подразделениях по борьбе с торговлей людьми, такая схема в подразделениях по борьбе с экономической преступностью, такая схема по борьбе с преступностью организованной и так далее. Тобто в каждой службе разработаны свои схемы и доведены планы до райотдела. Смотрите, в итоге что у нас получается? Кроме того, что вся эта система пропитана коррупцией, взятками и фактическими преступлениями, у нас получается, что даже большевики в свое время, хорошо понимая необходимость иметь сильные силовые структуры, они отбирали в свою разведку, в свою милицию, в свои другие силовые структуры лучших, но старались, по крайней мере, самых умных, самых стойких и таких-таких. Сегодня же у нас получается, что у нас все силовые структуры, милиция в том числе, практически развалена, потому что даже в народе, знаете, есть такое циничное пословице, что когда человек больше ни на что не способен, он идет работать в милицию. Вот это вот то, что я называю токсичной селекцией, когда там могут удержаться только худшие, потому что человек с собственным достоинством там не может работать, с чувством собственного достоинства. Сегодня в милиции осталось две категории людей. Это либо случайные люди, которые пришли в милицию, либо те, которые пришли заработать, просто используя свое служебное положение. Ну, такой специфический заработок. Да, в качестве заработка, коррупционного заработка. Потому что милиция сегодня, она перестала быть профессиональным органом, она перестала быть вооруженным отрядом партии регионов. И она сформируется исключительно по земляцкому и принципу с одного региона. Ты с Донецка? Ты умный, ты начальник. Ты не с Донецка, ты дурак. И иди там участковым и не более и тому подобное. Явно поменять всю трехсоттысячную армию выходцами с Донецка – это невозможно. Поэтому меняет руководителей. Но в чем сегодня, в чем произошел такой застой и сбой? Ведь служба в милиции – это и есть карьерная служба, как и служба вооруженных сил, как военизированных формирований. Человек, если получил лейтенанта, он хочет старшего лейтенанта. Получившись старшего лейтенанта, он хочет капитана. И так, если у него нет карьерного роста, это человек или спивается, или встает бездельником и так далее. Достиг какого-то карьерного роста и зная, что вот завтра уйдет и будет свободная должность кто-то, он прекрасно знает, что он на эту должность не попадет. Потому что на эту должность попадет, выходит с Донецка. Скажите, у этого человека есть желание работать? Нет, понятно, да. Конечно нет. Понятно, нет, тем более, что все… Ну, смотрите, Захарченко заявил несколько месяцев назад о том, что его министерство держит курс на реформы. Но физически я пока даже не вижу никаких шагов в эту сторону. Как вы вообще… Захарченко есть случайный человек. Вот я хотела спросить как раз о характеристике этого министра. Случайный человек, который работал в советском БХСС, где были две статьи – это спекуляция и обман покупателей. Значит, вот на таком уровне развития он и остался. Значит, и с таким уровнем он… Да, он сегодня нравится высшему политическому руководству государства. Чем? Потому что он сразу, если соберутся возле администрации президента, или возле Кабмина, или возле Верховного Совета, он сразу туда накидывает беркут и внутренние воська. Те, не разбираясь, дубинками всех обмолотили, плакаты порвали, в кутузку загнали. Наши независимые украинские суды или дали по 15 суток или штраф. И, соответственно, на этом говорят, ну, видите, министр держит ситуацию сегодня под контролем. То есть, такой министр выгоден власти, но такой министр не выгоден народу Украины. Потому что на остальные безобразия, на раскрытие убийств, заказных убийств, расстрельных убийств, вы же видели, абсолютно ничего не раскрывается. Грабежи, разбои, кражи с машин, кражи с квартир, карманные кражи, хулиганство. Я вот сегодня осмотрел статистику… То есть, уже являются прямыми функциями милиции. Да, первая функция… Разгон демонстрации не есть прямая функция милиции. Нет, вообще, у нас демонстрации, мирные походы – это конституционные права граждан на разные формы протеста, но без оружия и без насилия. Пожалуйста, если человек держит какую-то карикатуру или человек держит какую-то… Ну, сегодня есть такой сайт «Дурдом», да? Да. Он печатает на всех политик и карикатуру. Ну, на меня есть там 30-40. Я получаю такое удовольствие, когда я читаю, значит, вот буквально вчера, значит, они на меня напечатали… Ну, это дружеский шарш, будем говорить. Ну, это нормальное явление в демократической стране. Это есть требование Европейского суда по правам человека, что если человек сам выставляет себя на то, чтобы на него народ смотрел, значит, он туда не должен обижаться. Геннадий Иванович, то есть, получается, после Кравченко ни один министр внутренних дел не предпринял даже попытки для того, чтобы реформировать милицию, которая давно уже нуждается в реформе? Собственно говоря, вы в этом правы. То есть, а хорошо, а если мы вынесем за скобки все эти личности, есть ли вообще у страны ресурс сегодня реформировать силовую структуру? Нет. Нет. Дело в том, что сегодня почему-то первая была неудачная попытка. Давайте переименуем полицию, милицию на полицию. Ну, это же к реформе не имеет отношения. Это не реформа, ну, это смена вывески абсолютно. Но это сделала Российская Федерация сегодня их... И это ничего не изменилось, да? Так их политическое руководство говорит, какой дебил и дурак подсунул вот это все, чтобы... То есть, он и ничего не дал, как не дал создание следственного комитета. А почему Саакашвили это удалось? То есть, ведь ему же удалась реформа из судебных органов. Ему удалось. Только не говорите, потому что Грузия маленькая. Я думаю, что не в этом дело. Нет, не в этом. Вопрос в том, что он имел политическую волю, и политическую волю имел контролируемый в нем парламент. Без этого ничего бы не случилось. Не надо многих реформаторов. Достаточно несколько, как говорят, пишущих голов, чтобы они улавливали, что хочет президент. И под этого писали законы, да? Чтобы парламент эти законы принимал, а президент их подписывал. То есть, когда вы говорите, что у нас нет ресурса для этого, вы имеете в виду, что нет людей, которые могут проявить политическую волю, и нет парламента, который проявит эту волю? Не выгодно сегодня до президентских выборов это делать президенту, и не выгодно никакие реформы в системе МВД делать парламенту. В этой ситуации они считают, что они могут обеспечить любое недовольство, подавление инакомыслия, значит, уничтожить оппозицию, расписать ее, размазать, скомпрометировать и тому подобное. Ну, это абсолютный миф, и люди живут вчерашним днем. Вопрос давайте возьмем по Грузии. Ну, вот вы были близки, извините, вот вы были близки достаточно Слуценко, и были как бы человеком, который влиял на решение в то время, когда Юрий Витальевич был министром. Почему ему, почему он даже не сделал попытки реформировать ведомство? Вопрос очень интересный. Вопрос в том же ответе. Не было политической воли господина Ющенко. С любыми предложениями. Я был автором массы законопроектов, с которыми господин Луценко был согласен. Значит, я проработал там при Луценко заместителем министра с февраля 2005 по ноябрь 2005 года и был направлен главой Луганской областной государственной администрации. Но ничего не хотел менять господин Ющенко. Его все тоже так же устраивало. Значит, он не был реформатором. А кем он был? Недалеким и случайным человеком, который оказался на этом высоком посту. Ну, знаете, есть такая грипп. Есть разные штампы гриппа. Но самый опасный штамп гриппа – это политический грипп. Когда начинает население массово косить грипп под штампом Ющенко. Вот он пошел косить массы трудящихся. Если восток, юго-восток как-то имел какие-то прививки, то центральная и западная Украина покосила ее поголовно. Ну, было какое-то, я бы сказал, это даже белое братство, если вы помните, было такое в Украине. Оно еще не имело такой психологической силы, которой психологически... Они развернуться не успели. Но, Геннадий Геннадьевич, если вы помните, помните Жеглов вместо встречи? Изменить нельзя, как говорил, когда Шарапов начал кричать, что без невинного человека хочет посадить. Он сказал, наказания без вины не бывает. Надо было ему со своими пистолетами, вернее, со своими бабами вовремя разбираться, и пистолеты не разбрасывать. Бывает ли наказание без вины? Без вины ли... Я еще задам вопрос от Юрия Витальевича. Без вины ли сегодня сидит Юлия Владимировна? И два с половиной года почти отсидел Юрий Витальевич. Вот как раз они в психологию и идеологию Жеглова не вписывались, потому что никакой вины в них не было. Абсолютно. В них были принятия политических решений, я имею в виду господи Тимошенко, которые избиратели дают оценку, но если она где-то принимала какие-то политические решения неправильно, ну она понесла наказание. Избиратели не оказали ей доверия на президентских выборах, она наказана. Я не про это спрашиваю. Я говорю, что группе людей был дан грандиозный исторический шанс. Грандиозный. Они его про и три точки, понимаете, и то, что с ними потом начало происходить, это, можно ли сказать, что это фактически наказание за то, что там, ну я понимаю, что Ющенко, как вы говорите, был человек недалекий, он не хотел работать. Он еще был завистливый человек, он еще не то, что сам, но скажите, есть ли у вас... Но власть это же не игрушечка, что там, они же тоже имели большую власть. Ну он имел большую власть, но он не мог и не умел ней воспользоваться. Его, знаете, как каждого украинца, что давит? Жаба. Значит, вот эта жаба его в горло вцепилась и ему давила, что почему народ громче кричит Юля? Чем Ющенко? Потому что раньше кричали только Ющенко. А потом народ начал кричать Юля. Значит, почему народ больше любит Юлю? Почему Юля в России находит поддержку и понимание и решает все вопросы, которые завалил Ющенко? А потом его уже никто и не приглашал. То есть Путин его считал, ну, просто случайным человеком. Он не имел к нему таких каких-то претензий, которые имеет сегодня к нынешнему. Знаете, как в деревнях говорят? В деревнях говорят «Добрый Парахим, добрый Вильде». Юля Владимировна Ештовмине тоже. Скажите, он завидовал ей. И эту зависть он выплескивал с экранов телевидения, с интернету. На этого работало много советников у него, много разных писак, которые... Все вот эта зависть, он считал, что он ее собьет. А второе, все же понимают, что он пошел ради того, чтобы Тимошенко не стала президентом. Он пошел на сотрудничество с партией регионов негласно. Выполнял все их команды из-за баганки и все сделал. Ну, она же тоже делала попытки пойти на сотрудничество с партией регионов. Мы все... Сейчас мы не будем это обсуждать. Я хотела бы, чтобы мы вернулись к силовым структурам. У нас еще такая одна интересная структура, как СБУ, которая, по-моему, вообще просто перестала уже быть СБУ и очень давно. Потому что я знаю, что молодые сотрудники массово покидают, уходят в отставку, потому что очень низкие зарплаты. И те, кто не хочет прессовать бизнес и заниматься коррупцией, те живут просто там на 2,5 тысячи. И хочу вас спросить... Знаете, вот недавно был скандал, буквально совсем недавно. В какое-то очень короткое время, по-моему, если я ничего не путаю, работали с Наливайченко вместе. Там буквально пару месяцев. У вас почему вы ушли? У вас был конфликт? Чему я ушел? Я, вы знаете, я где-то был мнением об СБУ. Я всегда говорил сотрудникам СБУ, говорю, вы знаете, лучше бы я к вам не попал на работу, и у меня бы остался у вас такой светлый образ. Флёр такой. А у вас светлый образ был? Ну, вы знаете, мы, как все люди, бывшие советские люди, знаем, что такое КГБ СССР. Никакого светлого образа в КГБ не было. Нет, светлого образа у него не было, но у него было полно профессионалов. Грозный образ был. Был грозный образ не за название, а за профессионально подготовленных работников. Ну, да, одна из лучших. Во-вторых, эта структура не была ни коим случаем коррумпирована. Если случайные люди туда попадали, они потихоньку оттуда выводились в какие-то подразделения, которые заведовали метелками, тряпками. Ну, да, с прекрасными аналитическими центрами, с разведкой, отлично, конечно. Мы были, притом не было такое количество сегодня спецслужб, как в Украине. Мы где-то уже рейх перегоняем по количеству спецслужб. Ну, хоть почему-то мы перегоняем рейх. Ну, потому что, посмотрите, у нас служба. Я говорю, почему-то, хотя бы почему-то. Почему? Да, никакой пользы нет. Так почему вы ушли от Наливайченко все-таки? Я пришел еще, когда был господин Рябачук. И как-то в Крыму я был постоянным представителем президента в Автономной Республике Крым. Ну, господин Рябачук, мы как-то, он приехал, мы разговаривали, он говорит, вот в последнее время президент едет и попадает в абсолютно какие-то дурные ситуации. И никто об этих ситуациях не знает. Ни наша служба внешней разведки, ни... В какие дурные ситуации? В засадах? Ну, такие, что его то не там посадят, то не так расставляют, что он не может никому подойти, то там кто-то его пикетирует. Ну, одним словом, говорит, надо бы... Поскольку я имел опыт оперативной работы и большой, и когда-то при Щелокове были такие созданные агентурные подразделения, были в всех областных управлениях внутренних дел, и я в 80-х годах возглавил эти агентурные подразделения, я когда посмотрел, поскольку я курировал такие службы, которые нету. Одна из служб, которая отсутствует в системе МВД, значит, как контрразведка, военная контрразведка. Но когда я посмотрел методы работы, они аналогичны были. Тобто Щелоков их позаимствовал из тогдашнего КГБ СССР. Ну, когда я пришел в службу безопасности, я что-то подумал, ну, как это закрытая такая служба контрразведка, она не воспринимает чужих. И я посчитал, думаю, пойду я в Академию, хотя почитаю какие-то книги. И когда мне дали книги, и там написаны способы перехода иностранных агентов через границу, что одеваются в лапа медведя, я подумал, что они подшучивают. Ну, ушли-то вы не из-за книги. Не-не, я вам просто расскажу. Я бросил эту книгу, я сказал, слушайте, я не настолько дебил, чтобы вы мне показывали, они говорили, Геннадьевич, мы не хотели вас обидеть. Мы, просто у нас других учебников, кроме советских, нету. Значит, и когда я сразу понял, что когда на таких учебниках учат сегодня против таких спецслужб, которые выросли, ну, в своем профессиональном уровне до бесконечности, аж чего я ушел? Пришел господин Балога, главой администрации президента. Пошел, пришли там господин Гелитей, значит, и вот я им просто там был не нужен. Значит, я думаю, что я и не был нужен там господину Наливайченко. И я когда увидел, что работа там бесперспективна, что... То есть вам не дали полномочий просто никаких? Нет, я имел полномочий, но эти полномочия начали использовать против своих политических оппонентов. Не против разведывательных служб и тому подобное, а против тех, кто тогда был оппонентами власти. Я сказал, ребята, я в эти... Я тут не в царской охранке работаю, значит, я написал добровольное заявление и ушел из службы безопасности. Обвинение Наливайченко имеет под собой почву, вот недавно, которое там всколыхнуло всю прессу, о том, что он тогда рассекретил архивы, тогда фактически выдал государственную тайну. Как вы считаете? Я не знаю, я тогда не работал, но я обращался с депутатским запросом, потому что все-таки многие сотрудники службы безопасности... Я обычно субботу, воскресенье хожу пешком по Киеву, и тут встретишь разного люду, и наслушаешься разного. Значит, и тогда сотрудники службы безопасности сказали, что там в 112-м кабинете находится, значит, кадровый разведчик службы, то есть центрально-разведывательного управления. То есть американцы таки сидели на Владимирской? Конечно, сидели. А кто это? Я не думаю, что кто-то это будет отрицать, потому что они действительно там сидели. А вопрос в том, что я тогда обратился, поскольку мы были в конфронтации, меня служба безопасности обозвала, что я коррупционер номер один, если вы помните, там и прочее. Я дал пять судов в Шевченковский райсуд, и все пять судов выиграл в службе безопасности. То есть там говорили всякую, сочиняли на банковой под руководством господина Балоги, а озвучивала господин госпожа Остапенко. Значит, я сказал, пожалуйста, предъявите суду, потому что есть суды, которые имеют тоже доступ к секретным материалам формы допуска к государственной тайне и тому подобное. предъявить не было ничего, но так, будем говорить, мы разошлись. Мне пришел ответ, что это не имеет под собой... Ну, не имеет, так не имеет, что я дальше я уже не на... У меня не было других полномочий проверить, это правда или неправда. Чего у нас было сегодня? Ну, наверное, с какими-то там... С калуарными договоренностями, о которых мы можем только догадываться. Предполагать. Предполагать не знать. А правда ли говорят, что при одном из руководителей СБУ был создан архивник секретный, в котором просто дело, так сказать, в электронном виде буквально есть на всех? И фактически с помощью этого дела там, может, любой бы человек уничтожен. Любой. Ну, я имею в виду из таких людей, которые сегодня хоть какие-то имеют... Ну, скажем, с помощью этого архива... И к этому архиву говорят, что есть доступ буквально у нескольких человек в стране. Ну, то есть Хорошковского выдавили страны именно, так сказать, в силу тех документов, которые были в этом архиве. Да, нет. Нет? Мифы? Мифы народа мира? Это мифы. Поверьте мне, я службу безопасности разделил на двух таких, будем говорить, складовых. Первое, это те, которые имеют побочный заработок. Это, особенно, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, так называемое подразделение КА. И департамент контрразведывательного обеспечения экономической безопасности Украины. Ну, вот они что-то крышуют, что-то там заводят липовые какие-то оперативные дела, потом это все где-то решают, продают. Но остальные сотрудники, они живут на одну зарплату. Я скажу, что те, что я курировал, контрразведка, военная контрразведка, там в шаг вправо, там в шаг влево государственная измена. Никто там не пойдет, никто ни в кого не взял копейки, никто там даже, извините, на шару кофе не выпил. Службы, которые занимаются внешним наблюдением, службы, которые занимаются так называемой прослушкой, да, и проводят технические мероприятия. Службы, которые там занимаются основами национальной безопасности. Эти подразделения Альфа, подразделения там по борьбе с терроризмом и тому подобное, они кроме зарплаты мизерной. Кстати, у них зарплата, я не знаю, может сегодня повысили, но я вот в это воскресенье видел сотрудников, говорят, что почти ничего нового нет. Нет, у них кроме зарплаты, вы правильно сказали, они голые, боги, и они не могут арендовать жилье, потому что мы много хороших людей и грамотных хотели привлечь с глубинки, они не идут, потому что они не могут пропонять сумму. Ну, как на две с половиной тысячи там майору снимать квартиру, что где-то жена сидит с двума-трема детьми? Как? Он говорит, я просто помру с голоду. Я хотела бы вернуться к теме, было бы дело, человек найдется, и наоборот тоже. Понятно, что есть архивы или нет на всех? Нет, архивы есть, но эти архивы, вот в тех архивах, в которых вы говорите, они нет. Это досье есть на оппозиции сегодня. Да, это было, извините, при любом режиме. Я вот о чем вас хотела спросить. По какой логике в этой стране казнят и милуют, в общем-то, очень часто совершенно непонятно. Вот дело Мельника, что это было? Почему именно он? Я понимаю, что Мельника такой коммуникатор, медиатор был между многими, да? Это человек, который знал всех налоговиков в стране, и к нему ходили, это ясно. Мельник – это был человек, которому надо было вовремя и с почетом уйти. Он не захотел. Он не захотел. Второе, когда он не захотел, Мельник, ну, будем говорить, и всем известно, это ставленник господина Азарова. И это академия… Родственник или нет? Нет, нет, он не родственник. Потому что ходят разные слухи. Это родственник, это родственник. Он не родственник, но это детище академии, который, как и налоговую милицию, и всю систему налоговую, это первый руководитель, который ее сделал с нуля. То есть в этом, как говорят, есть у Азарова плюс. То есть он сделал ее с нуля. Как сделал, это уже… То есть арест Мельникова – это борьба группировок. Да. С одной стороны Азарова, а с другой стороны кто? С другой стороны Арбузов, Клеменко. Ага. Значит, это… Это было дело Клеменко. Ну, дело в том, что явно я в этом с Клеменком согласен, что его надо было убрать. Но убрать можно было очень деликатно. Поскольку самой уже налоговой службы такой не было, и академии такой не могло быть… Почему решение он покинул страну, скажите? Кто его выпустил? Вот сейчас здесь и шла борьба двух кланов, и она зашла очень далеко. И она сегодня, мы будем говорить, компрометирует всю правоохранительную, судебную систему, и правоохранительную, и компрометирует всю власть в Украине. Значит, одна… Я же не думаю, что мельник такой Джеймс Бунт, что он… Да, ну, о чем вы говорите? Значит, одни хотели его засадить в тюрьму, этим попортить кровь, и как-то… То есть группа Азарова оказалась сильнее на данном этапе? Да. Умнее, я бы даже сказал. Умнее. То есть спрятали так, и вот вторая группа запускает уже такие через средства массовой информации, какая-то должность в Министерстве внутренних дел появилась под должностью источника. Источник в МВД. Европейской страной – это просто источник безграмотный, потому что со всеми европейскими странами мы имеем Европейскую конвенцию о выдаче права. Так я уже задавала вопрос, мне никто не… С какой-то страной мы не имеем… Со всеми, кто уходит в Раду Европы. Значит, мы входим в Раду Европы, у нас бы туда… Так где Мельник? Мельник? Господи, скажи, где Мельник? Значит, никто не знает, не знает. Значит, собственно говоря, я думаю, что все-таки есть люди в команде Азарова, которые так его… Догадываются, где Мельник. Нет, очень грамотно, технически его спрятали. Очень технически, грамотно они обвели кругом носа всю систему Министерства внутренних дел Украины с их хваленными израильскими электронными браслетами. Скорее всего, на Мельнике не было никакого браслета. Это было. Потому что я посмотрел, кому вручено поведомление про подозру сотруднику МВД, заместителю начальника Ирпинского городдела по общественной безопасности, ну что он должен был сам ходить и смотреть физически… Приглядывать заменником. Приглядывать заменником. И почему-то дежурному Киево-Святошинского районного управления. Это говорит о том, о чем мне сразу звонили сотрудники Ирпинского городского управления. Говорят, Геннадий Иначе, у нас никаких мониторов. Но, говорит, чтобы монитор что-то принимал, нужна тарелка, чтобы была на здании. Я всем журналистам предлагал, поедьте в Ирпень, пусть вам руководство покажет, где эта тарелка, которая, ретранслятор, который принимает на монитор. Во-вторых, как могли это вменить дежурному, если министр издал наказ о применении этого браслета, что должно быть создано уполномоченное подразделение по выполнению этого закона. В этом подразделении, наверное, должны были работать программисты, электронщики, специалисты по технике, но ни в коем случае не дежурный. Потому что в вечернее время, в дежурной части, это палата номер 6. Это начинается с семейных скандалов. Звонки, происшествия. Особенно недомельника называют. Недомельника. Это муж убивает жену, тещу, теща с женой. То есть за мельником никто не смотрел, по сути дела? Да, собственно говоря, дежурный не мог. Вечером приводят пьяных, приводят семейных дебоширов, мелких хулиганов, задержанных за совершение преступления. Но мельник найдется, как вы думаете, со временем? Или, может быть, его никогда уже не найдут? Потому что вы сказывали такие гипотезы, что, может, и мельника уже никакого нет. Нет. Мельник есть. Явно, значит, это не кук, чтобы его съели, значит, и нас аборигенов нету. Значит, дело в том, что до 15-го года мельник сам понимает, что ему нечего делать на территории Украины. И те, кто сегодня, ну, стоят за ним, ну, не в открытой. Да, ему объяснили, что, слушай, ну, буквально в воскресенье последняя новость с вами делюсь. Значит, я встретил людей, которые имеют отношение к этому. И вот как вы, так я им. Я говорю, так где мельник? Они говорят, не понимаешь? Отбыл ли мальчик? Да. Там уже как-то дело совершенно... Дело в том, что все учебные... Дело в том, что так можно любого ректора в системе МВД посадить. Бо все берут на развитие якобы материально-технической базы. И он постоянно брал. Якобы уже одна квитанция есть о приходовании. То есть одной взятки вроде бы уже нет. Вторая есть или нет. То есть сегодня... Ну, это, Геннадий, это все понятно. А называется кто не бабник, а тот, кто девушек не видел никогда. Они все живут в одной системе, конечно. Скорее всего, это все время не выдадут за то, что он взял, помимо кассы на материально-техническое обеспечение, и просто не успел сдать в кассу, как тут ворвались негодяи, значит... Ну, понятно, да. Случайно ворвались, он случайно... И человеку не дали возможности. Я думаю, что вот этим оно... Ну, оно честно, оно компрометирует всю правоохранительную систему. У вас же есть свое отдельное мнение, я просто, мне все время показывают время, поэтому я тороплюсь, я хочу побольше вопросов вам задать. У вас же есть свое отдельное мнение по поводу вот этих резонансных, старых, нераскрытых убийств? Керпа, Кравченко и так далее. То есть вы как бы вот для себя, то есть вы не можете, например, сказать, там пресечу... Вы знаете, как это все было? У Кравченко керпе это чистое классическое самоубийство. Что там вам будут говорить, что два раза стреляться не можно, можно и три, и четыре. Надо, во-первых, я за свою жизнь, лучше бы я это не видел, но я видел... Ну, статистику имеете разную. Не одну тысячу лично выезжал на самоубийство. Есть такое, что его можно описывать только в криминалистике, как это можно сделать. Дело в том, что в человека наступает сразу при болевой шок, при сильной травме. И вот этот еще, пока болевой шок не вышел, человек еще может совершить... Хорошо, а Кравченко? Это за Кравченко я имею в виду. А, а Керпа? Ну, Керпа просто под... Когда его все кинули... То есть вы считаете, что это и то было самоубийство? Это было чисто самоубийство. Я считаю, что эту тему надо закрыть, на ней не спекулировать. И все это мифология Утушевого круга, да? Дело в том, что он был на тот вечер под наружным наблюдением Службы безопасности Украины. Значит, все было расставлено. Там никто чужой не мог прийти, никто чужой не мог зайти. Потому что утром не надо было объявлять господину Киспану на всю страну, что утром он ждет его. И с таким намеком, что он уже типа с Генпрокуратуры не вышел. Это, вы знаете, есть право любого человека как бы доказать свою невиновность. Но ваш же друг Юрий Витальевич тоже объявлял публично о допросах и о вызовах. Это я без подкулок говорю. Да нет, дело в том, что с тех, кого объявляли, те никуда в жизни не застрелятся, даже если им дать у руки пистолет заряженный. А вы общаетесь сейчас с Луценком? Вы знаете, я его не видел, к сожалению. После освобождения? После освобождения, да. Вы же как бы так боролись за его освобождение. Нет, мы боролись. Я ехал в места лишения свободы. А почему? Я писал вот эту, как бы сидел где-то месяц, изучал всю историю помилования, начиная еще с царей, значит, до потопных, значит, и заканчивая. Ну, я помню, что вы всегда его защищали. А почему же вы вот уже столько времени пришли? Дело в том, что я так понял, что он сегодня очень занят. Не то, что он там меня не хочет видеть или кого-то. Ну, Геннадий Геннадьевич, ну... Нет, он человек создает собственный политический проект, Третья Республика. Явно я в нее не войду, потому что я уже пришел... А почему вы хуже Третьякова? Ну, Третьяков не прошел в депутаты, и он не рекомендовался партией «Батьківщина» как единый кандидат от опозиции. Значит, я прошел по списку, и у меня уже есть моральные обязательства. Я, когда шел по списку народной самообороны, я до конца из 18 настроек остался до окончания исполнения государственного гимна о закрытии шестой сессии Верховного света. Я не ушел ни вправо, ни ушел налево. Но, когда мы подошли, еще можно было общаться со господином Луценко в Печерском суде. И мы спросили, ну, Юрий Витальевич, а что дальше? Дальше уже как проекта нету, лидер сидит за решеткой, втроем мы что, можем бороться? Или представляем какую-то грозную для власти политическую силу? Он сказал, что я буду рад и не буду возражать, я буду даже говорить по этому вопросу с Тимошенко, ну, через адвоката, через того, что если вам предложат в фронте ЗМИН или в Батьковщине, а рано или поздно они сольются, у него уже данные такие... Ну, обида же какая-то осталась, видимо, разве не... Ну, хорошо, ну, допустим, у него проект, ну, допустим, нет, ну, вы же как бы вместе, наверное, и Рюмку могли вопить. Нет, нет, я рядом, вот рядом с его женой, может, это даже потому, что я, вот, мой стульчик, вот его жены Юрия Витальевича, значит, стульчик, я ее каждый день вижу и спрашиваю, как там Юрий Витальевич, передавайте привет. Возможно, это, как говорят, что мы видим друг друга каждый день, если какие-то есть вопросы, она сидит буквально рядом со мной. Просто интересная жизнь, как это люди дружили, 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 и вдруг раз... Ну, я вам буду говорить, что, ну, первое, человеку надо было от этого всего отдохнуть, не напоминать любое напоминание... А как вы думаете, оценка вернется в политику? Конечно, вернется. Вернется? Конечно, вернется. Имеет достаточно и моральных, и деловых, и ораторских. Он очень хороший оратор, он очень... ему не надо ничего писать, ему, он никогда по писаному не читал с трибуны. Он, он, как вам сказать, я, например, не сценический оратор, он очень хороший сценический оратор, и он представлял большую опасность для нынешней власти, и думаю, что в дальнейшем будет представить. Он умеет зашечь массы, так называемый протестный электорат. Вот сегодня говорят, почему нет, люди не выходят на улицы. Тут я бы где-то сказал словами Высоцкого, буйных мало, нет вождей. Для этого нужны профессиональные люди, которые могли бы... Но эти люди только роль спички оказывают, а ситуация цена общества должна созреть. К сожалению, пока она... Ох, подождите, а ведь давайте посмотрим наших классиков марксизма-ленинизма, которые, что говорили, первая революционная ситуация, это обнищание массы. Мы уже это имеем в Украине? Имеем. Ну, а дальше все идет за теорией. Ну, верхи не могут, низы не хотят. Видимо, низы еще... Пока низы ничего не хотят. То есть они еще как-то легкомысленно рассчитывают, что что-то может повернуться. Но я вам скажу, вот я хорошо знаю Крым, и буквально в воскресенье тут была группа крымчан, значит, я просто пригласил их как на обед, и мы уже сидели в воскресенье за обедом и разговаривали. Они говорят, что высшее руководство Крыма в панике и в ужасе, потому что они не могут выйти на улицу, они не могут сегодня встречаться с людьми. Поэтому люди говорят, стоп, ребята, вы куда нас ведете? Какая Европа? Что вы нам обещали на выборах? Вы шли под русскими прапорами, вы шли под российскими гаслами, вы шли о дружбе с Россией, мир, дружба, жвачка, Путин. А сегодня что? Ну а сегодня Ничика Зорина. Зорина пригласили, и все. Так, это крах для политиков русского, не русских. Политиков русского мира, я имею в виду, да. Русского мира они Колесниченко, знаете, выгнали там еще и чуть не побили, значит, собственно говоря. Это для тех, кто верил в партию регионов. Нашим ли политикам привыкать, что плюнь в глаза Божья рассажит? Да нет. Вчера одно, сегодня другое. Нет, 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 это не те... Посмотрите на биографию любого из них, сколько было перебежек. Это не те регионы, где можно такими вещами просто так бросаться. Крым, юг, там, знаете... Понятно. Если комфортность сегодня в Батькивщине чувствуете, считаете ли вы Яценюка вот тем лидером, который действительно может куда-то повезти, который лидер? Вы знаете, я считаю, что у президента должен быть какой-то жизненный опыт или у руководителя фракции, или у руководителя партии. Значит, этот жизненный опыт может быть... Нам все время про время показывают. Должен быть только на государственной службе. Если человек работал министром экономики, министром иностранных дел, министром экономики Крыма, работал первым заместителем... Я знаю очень много людей с такими чиновничьими биографиями. Есть ли у Яценюка данные, чтобы стать лидером нации? Есть. Вот я конкретный вопрос... Есть. Есть. Хорошо. Хорошо. А что это... Кстати, я хочу о семье поговорить. Я хотела спросить вот об этом скандале с участник боевых действий, не участник, но вы уже объясняли это. И я думаю, что мы к этому сейчас... Мы не будем сейчас возвращаться к этому, да. Дело в том, что я уже надал все документы. Дело в том, что... Я читала, да, об этом. Чего берут участника боевых действий? Чтоб там не платить... А почему? А кто вот эти скандалы разжигает с вами? Кому это надо? Зачем? А дело в том, что мне... Я вам только скажу двумя словами. Вот двумя давайте. Мне один в парламенте говорит, вот на тебя там такой-то, так обиделся. Я говорю, знаешь что? Мне это, как гуцулы говорят, по цимбалам. Дело в том, что у меня врагов не сотни. Не тысяча. И я думаю, сотни будет тысяч врагов. Значит, поскольку я имею свое мнение, я его могу свободно высказать. Я могу где-то, как говорят, иногда язык заносит. Значит, иногда могу что-то сказать дерзкое, неприятное и тому подобное, но тем не менее, все, что я говорю, как раз оно вписывается в европейские ценности и в решение европейского суда. Мы же без этого не можем, так сказать, пойти в Европу. Вы знаете, у нас когда-то было, когда я начинал работать в 1975 году, я после средней школы, это было, и это в школе очень хорошо, в средней школе милиции учили, была такая статья 122, мужеловство называлось. Помню, помню. Значит, независимо, добровольно, недобровольно, значит, идите. Но по ней никого не судили, кроме тех, кого нужно было по другим причинам судить. Нет, антиподы коммунистической морали, как их называли. Но, оказывается, эти люди очень ревнивые, они более ревнивые, чем можно. Как вы относитесь к этому закону, Геннадий Геннадьевич? Я отношусь к этим людям, как к людям, которые так случилось, что они такими стали. Их нельзя вылечить. Может, они родились такими? Они такими родились. Просто не отличаются от других людей в это все. Извините, давайте не будем никому залазить в постель и его личную какую-то сексуальную жизнь. То есть не надо нам больше 122 статьи? Нам 122 статьи не надо. Ну, во-первых, и никому не надо выпячивать, ставить вот эту кровать со своими сексуальными извращениями на обозрение. Это не есть, как сказать, квартал красных фонарей в Амстердаме. Пожалуйста, извините меня, если я скажу что-то грубое. Не показывайте это на людях. Позиция понятна. Выключите лампочку и что? Милости просим. И милости просим. Это сегодня не уголовно наказано. Позиция понятна. Ваша дочь работает в милиции. Я просто хочу побольше вопросов. Моя дочь работала в милиции, но под вынужденными проверками господина Могилева вынуждена была оттуда уйти. Проработал там более 15 лет, дослужившись до моего... Вы обиженным? Конечно, обиженным. По-межному обиженным. И многие из тех публикаций, которые имели господина Могилева, связаны с тем, что он полез в семью. Я к его детям. И не знаю, сколько у него есть детей. Начали искать, не получала ли они званий, квартиры, какие-то... Нет ни благодарности, нет ни выговора. Потому что я сказал, что ничего ты не должна иметь, потому что все скажут, что это не ты заработал, а это тебе папа сделал. Поэтому нет ни благодарности, ни досрочных званий, ни медалей. Ничего нет. Я бы сказал, что неужели я не в состоянии своей дочери купить или приобрести квартиру, и что я должен от какого-то сержанта забирать и давать за счет государства. Это исключено. Но поскольку начались такие наезды, я сказал, знаешь что, пиши. Сегодня она работает в иностранной компании, зная прекрасно английский язык, значит, это не есть сегодня найти работу. Значит, ну, вопрос в том, что, как говорят, чайная ложечка нашлась, а неприятный осадок у господина Могилева у меня остался. Поэтому, где есть возможность, я его стараюсь не забывать. Ну, я вас понимаю. А кто идеал вот ваша актриса? Неинтересно, какой тип женщин вам нравится? Я да таким вопросом вообще... Ну, то есть у вас нет каких-то любимых актрис? Я как-то... Я бы сказал, что с женщин, кого с певицей... Ага. Ну, может, певицы, да? Ну, с тех, которые я вот в молодости поступил в технику. В Черновцах у нас был такой фалик, менеджер очень хороший, как продюсер сегодня говорят, советский. Ну, он приглашал Анна Герман. Была, ну, и наша, которая в администрации президент, или сегодня депутата, польская певица. Майя Кристалинская. Очень было много тогда таких, которые вот у меня... Даже я, будучи учащим в Москве, я нашел эти записи. И вот когда мне, ну, где-то так уже допекут, что очень грустно на душе... Ставите себе. Я себе вот ставлю их, ставлю Валерия Абадзинского. Вот такие мне... То есть такие романтические образы. Мелодии эти глаза напротив. Бьет ли теплый дождь, падает ли снег. Красивая песня, да. Да. Вот таких песен сегодня нет. Вот сегодня я в парламенте очень коротко спорю, что вот советы не давали, значит, развитие. Я говорю, так а где после года независимости Червона Рута? Где Водограй? Где фильм «Белый птах» с черною ознакомую? Где тени забитых предков? А есть же такая закономерность. Чем больше тоталитарный режим, тем расцветает искусство. Посмотрите, сегодня все, кто говорил и пел на украинском языке, ну, кроме Василия Зинкевича и Ивана Поповича, я больше не вижу. Геннадий Геннадьевич, я бы с вами всю жизнь разговаривала. Так не вставала бы, сидела бы и говорила. Но, к сожалению, нам нужно заканчивать последний вопрос. Я у одного писателя, которого я очень люблю, прочитала, что идеал мужчины для него – это умный соботыльник, идеал женщины – красивый собеседник. Вот вы, что больше цените всего в мужиках и в женщинах? Вот для вас идеал мужчины – это вот такой-то мужчина, а идеал женщины – это такая-то женщина. Вы знаете, я водку не пью, поэтому мне соботыльники, и я пью вино, значит… Я просто как вариант ответа вам сказал. Да, меня я оценю в первую очередь этот профессионализм человека. И в вторую очередь я не говорю о таких высокопарных словах, как порядочность, а будем говорить, что человек держит слово. Вот он сказал, значит, он сдержал слово. Он не может это сделать. Он прямо говорит, что он не может сделать. В женщинах я никогда не смотрю на внешние данные. Я смотрю на то, это умная женщина или это ля-ля-ля. Значит, вот у меня такое, если это только красивые платья и красивые черты, значит, тела, а в голове не о чем поговорить. То есть если бы пригласить на ужин, то умную или красивую выбрали бы умную? Да, я в отношении поговорить люблю. Спасибо большое. Огромное спасибо. Спасибо вам. Благодарна за встречу и за разговор. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.